Всем привет, с вами Зарина и наконец-то я снимаю это видео. Я очень давно хотела просто сесть с вами поговорить, но все не было времени, вот уже и лето пролетело. Не снимала видео просто зимы, прям с самого нового года я выложила один влог новогодних праздников и все, я пропала. У меня было очень много причин, почему так случилось, я сегодня вам очень-очень кратко расскажу, также расскажу, как в принципе проходит мое лето. И в целом поговорим с вами о том, что сейчас происходит в моей жизни, поэтому если вы до сих пор смотрите начало этого видео, то думаю, я могу продолжать. Ну что ж, первое, с чего я хочу начать, это то, почему я не снимала видео, это на самом деле очень краткое объяснение учебы. Я была в конце 9 класса, соответственно, меня ожидали экзамены. И чтобы мне морально быть спокойной, я все, что делала, это готовилась к этим экзаменам, которые я успешно сдала и думаю, объяснение больше не нужно. Что у нас случилось? Я сейчас вам буду вставлять потихоньку кадры того, что произошло. В общем, приехав я с лагеря, господи, как я быстро летаю по темам. Короче говоря, начну с самого начала. После сдачи экзаменов у меня оставало, получается, чуть-чуть июня и июль. Получается, я вот эти конец июля, начало июля прожила спокойно в городе, в деревне, на природе. В общем, без комментариев. Прожилайте этот период времени. И потом у меня с 19 июля по 8 августа был лагерь. Лагерь как пионерский, то есть оздоровительный детский лагерь. Он был... Это просто отдельная тема, которая наполнена эмоциями, вдохновением и позитивом, которые я раскрою в отдельном видео. Все. Суть в том, что эта смена была лингвистическая. И я вам просто расскажу в отдельном видео про весь тот экспириенс, который я получила там, связанный с английским языком, который я вот как раз на экзамены сдавала. Вот. Я вам в отдельном видео все-все-все расскажу. Но суть в том, что после лагеря я приехала домой. И нужно было идти со Сьюзи в ветеринарную клинику, потому что все эти дни у моих родителей не было возможности этого сделать. Получается, я пошла в ветеринарную клинику, вот тут у меня записи, сделали то, что нас интересовало. И получается, дали, скажем так, не показания, а рекомендации. И также отдельно я провела беседу с ветеринаром о том, что все-таки наши Сьюзи, если вы смотрите мои видео и знаете, нашу собачку ей 4 годика, мы еще ни разу не сводили. И щенков мы не планируем заводить, хотя одно время мечтали, но все-таки опустились на землю и решили не заводить щенков. И получается, суть в том, что нужно стерилизовать собаку, чтобы ее не мучить, если вы не собираетесь вообще ее сводить. Потому что, думаю, не надо объяснять, очень много статей, сайтов. И все-таки мы семейным совет собрали и решили, что будем ее стерилизовать. Я отдельно сделала себе расписание, что и как. Нужно было провести небольшую диету перед операцией. Я, собственно, всем этим начала заниматься. Суть в том, что операция прошла. Сейчас будут кадры, как Сьюзи себя чувствует после операции. Как это вообще все прошло у нас. Я не буду много говорить и вообще не хочется, если честно. Потому что это такая тема щепетильная. Вы не представляете, как я сильно переживала. Вот, о чем я еще сегодня хотела с вами поговорить. О том, что когда я приехала с лагеря, меня ждал очень приятный сюрприз. Очень приятный для моей души и сердца вообще. Это то, что сейчас находится сзади меня. Сейчас я камеру переверну и ближе вам покажу. Это специальный виниловый проигрыватель для грамм пластинок, для пластинок, для винила. И это приобретение было куплено моей мамой в подарок моей бабушке на ее юбилей 70 лет. Слушай, я позвала бабушку для снятия этого кадра. Сейчас я вам покажу процесс, как мы ставим пластинки, как мы их слушаем. Сейчас мы выберем с вами первую попавшуюся пластинку, которая тут. Вот она. Видно? Угу. Ну, я для начала протрем. Надо по кругу. Ты мастер этого дела. Он лучше знает. Правильное дело? Угу. Ставим пластинку. Подключаем к электричеству. И вот она. Время наша коллекция. Сейчас покажу. Всего винила. Вот тут еще на моем комодике, где книги. Вот это все стопка. Это все пластинки. От детских мультиков каких-то до какой-то классики. Да просто какой-то, знаете, всего-всего. Вон там какая-то женщина. Я, короче, хотела в отдельном видео все вам показать. Но сейчас просто показываю как бы нашу коллекцию небольшую. Я уже сказала, в отдельном видео я бы хотела вам показать всю коллекцию наших пластинок. И это покупка, которую мы планировали еще с нового года. В каждом ларке продавались, продавался винил. Он стоил тогда вообще недорого, как говорила моя бабушка. Рассказывала мне. Не то, что сейчас. Сейчас это дорогое удовольствие, потому что считается как раритет и так далее. Тем более новые пластинки сейчас не дешевые. А эти старые пластинки, мне кажется, считаются уже таким, скажем так, какой-то, я не знаю, отековариатом. Может быть, я не знаю. Кофточка, которая сейчас на мне. Не буду вам рассказать все тайны. Но она из Румынии. И моя бабушка еще покупала в военторге сколько много лет назад и сама носила. И эта кофточка сейчас в прекрасном состоянии. Я ее ношу, потому что она базовая. Для моего базового гардероба это прям то, что не хватало. С любыми джинсами и так далее. У нее вот такой, видите, рукавчик. Вот такой... Собыла слово. Думаю, заканчивать это видео ждите меня снова. Потому что это еще не заканчивалось. Но я еще буду снимать влоги для вас и какие-то тематические видео об английском языке и о пластинках. Поэтому я хочу их снять очень сильно. Поэтому, если вы скучали, то мне очень-очень сильно приятно. И то, что вы сейчас смотрите это видео, досмотрели до конца. Вот безумно хочу вам сказать спасибо. Всем новым следующим скорым видео. Я вас очень сильно люблю. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok